После нашей сегодняшней передачи Александр Иванович Бастрыкин, я абсолютно доверяю этому человеку, его сотрудники, они нас что, не услышат? Время меняется, идет очищение. Трое последних, они пошли в тюрьму на большие сроки. Я не понимаю, ты знаешь, еще одна история, но никого отношения уже не имеет ни к коммунистам, слава богу, мне так кажется, никого отношения. Следователь по особо важным делам Следственного комитета, в прошлом подчиненный Бастрыкин, он, естественно, уволен сейчас, Андрей Гривцов, вымогал 15 миллионов долларов, взятку, 15 миллионов долларов. Гривцова берут с поличным, сажают в СИЗО, но через месяц человек, который вымогал самую крупную в истории нашей страны, прошу проверить, взятку и пойман с поличным, через месяц он выходит на свободу. И до сегодняшнего дня почти два года шло следствие. Не торопились следователи с делом бывшего коллеги, до сегодняшнего дня он был на свободе. Да, совершенно верно. Гривцов был на свободе, это уникальный случай. А как это объяснить? Сколько же нужно брать денег, чтобы тебя за взятку привлекли по-настоящему? Вопрос стоит не сколько нужно брать, а кем нужно быть, чтобы оказаться на свободе. Бывшим следователем? Конечно, он сотрудник правоохранительных органов. В прошлом? Конечно, сейчас он не работает и никогда работать не будет. То есть закон не для всех? Конечно, закон не для всех. Там один в бегство ударился, да? Где-то в Монголии скрывается? Да, говорят, что скрывается. Как фамилия? Паркин Руслан. Это был адвокат, Гривцов следователь. Мы предполагаем, что оперативное сопровождение осуществлял сотрудник УВД Хацернов. Он под судом? Под судом. И посредник Керимов, которого они отправили за получением денег изничества. 15 миллионов с поличных. Всплыли все факты, каким образом эта группа работала, с целью недопущения обращения правоохранительных органов. Как только вымогателям ставились какие-то барьеры, тут же начинались активные действия следователей Гривцова. То есть это было способом давления для того, чтобы подтолкнуть к выплате денег. Они что, даже мысли не допускали, что полихаты, бизнесмен с именем, обратиться в правоохранительные органы, что он и сделал? Такие деньги затмили все. Они считали, что они их получат. То есть ноздри раздувались? Конечно. Да, конечно. Все разговоры о коррупции не имеют сегодня смысла, если мы не будем глупо изучать эту проблему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова